МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Медицина для усіх. У Гомеле проходить перший областный семинар, присвяченный питанием удосконаливания работы системы аховы здоровья в ответственности с рекомендациями ААН. Парад катеров, митинг, концерт. Сегодня у Гомеля отсытковали День пограничника. А зараз об этом и иншим больше подробязанным. Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом у Казахстана. Александр Лукашенко уже провел шерох сустречу тем лику и с теперешним керавником республики Касым Жумартом Такаевым. Лидеры обмерковали относины двух держав и подтвердили намеры и далее робить усе для их поспехового развития. Потому что краины близкие гандлевые и промысловые партнеры уже долгие годы. Суместный товарооборот перевысил 900 миллионов долларов. Больше затое сетка белорусских предприемств, уключая свыше 40 компаний. Вы очень многое сделали вдвоем и коллеги ваши для того, чтобы Казахстан состоялся таким, каким мы его видим сегодня. И не только в Астане, и не только в Алматы, но и везде, где не посетишь эту огромную страну. Поэтому я желаю вам пройти этот этап четко, определенно и особо не переживать. Казахстанцы, по моим данным, очень умные люди. Они уже во всем разобрались. Я, конечно, желаю вам традиционного успеха. Что касается наших отношений, они всегда будут хорошими, всегда будут добрыми. Позднее Александр Лукашенко сустрелся не просто с политиком, а с добрым и давним сябром Нурсултаном Назарбаевым. Ранейший керовник у Сходней Державы уручил белорусскому лидеру однайменный орден первого президента Казахстана Державную Ознагороду за особливый уклад у поглубления и поширения сотрудничества помеж краинами. А значит, Александр Лукашенко – первый замежный лидер, который отримал эту гоноровую Ознагороду. Уже завтра отбудется саммит Евразийской пятерки, на котором у Дельники объединения затвердят экономические ориентиры на будущий год. Сегодня на поширенном посаджении Президуума Совета Гомельского объединения профсоюзов разглядели ситуацию по применению контрактной формы найму. Подставой для обмеркования стали выники мониторингу Чаширского района. И он стал третьим, где был проведенный профсоюзный мониторинг. Зараз на основе контрактов тут працует переважная колькость рабочих. У приватности это тысячица 99% наставников и амаль половых работников агропромыслового комплексу. Непосредственно подчас мониторингу опытание выучалось у 11 организаций всех сфер экономики. Подчас посаджения Президуума Совета Гомельского объединения профсоюзов звертается увага на факты порушения парадку заключения контрактов. А проща того, значная частка контрактов заключается на минимальный термин у один год. Хоть есть и отворотные выпадки, кали не которым специалистам пропонуют спрацовать без заключения нового документа значительно больше, продугледженого законом термину. Помимо всего прочего, является и грубое нарушение. То есть это продление контрактов более его максимального срока действия. Это установление дополнительных поощрительных отпусков, более установленные законодательством продолжительности. Это нарушение в части неуказания обязательных условий в контрактах. Например, не указывается размер тарифной ставки оклада работников, не указывается наименование профессии в соответствии с общегосударственным классификатором. Об устранении всех нарушений нанимателям выданы рекомендации и предоставлен срок для их добровольного исполнения. Сегодня в Гомеле прошел первый областный семинар, присвеченный питанием удосконаливания работы системы охоты здоровья в ответственности с рекомендациями Организации Объединенных Наций. Размова идеи об реализации так званых медустойливого развития. Олег Сентюров потекавился под рабязностями. Бадай самая головная задача устойливого развития в системе охоты здоровья – сокращение семяродности от неинфекционных захворений, как минимум на треть в приватности, размыве диабетов и сердечно-сосудистых захворений. При этом, выполнение рекомендации Соответственной Организации 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 в наших финансовых затрат, звучайно, не потребует. 17 метод устойливого развития, которые должны допомогать в выращении актуальных проблем с участием, члены Организации Объединенных Наций приняли в 2015-м, непосредственно Угоминской области их реализация началась уже в наступном году, але зараз возникла необходность объеднать намагание науково-цовую практику. За отповедной инициативой выступил Медицинский университет. Только сообща, только вместе мы можем преодолеть на современном этапе все вызовы и угрозы, которые возникают в области здравоохранения в рамках цели устойчивого развития. Оценка якоси медицинской допомоги в Угоминской области, анализ выпадковых отручиваний алкоголем на территории региона, удосконаливание первичной профилактики неинфекционных захворываний. Подчас работы областного науково-практичного семинара пытания при общении здоровья и жихоров анализуются в Себакова. При этом значная увага больше активному долучению людей до здорового ладу життя. По канонам здоровье человека зависит на 50% от образа жизни и только 15% от здравоохранения. Поэтому здесь необходимо убеждать людей, проводить определенные мероприятия, работать, больше делать упор на детей, подростков, то есть ту категорию, которая формируется на сегодняшний день. Ну и, соответственно, прививать моду на здоровый образ жизни и взрослому населению. Важный момент в работе семинара в обучении о режиме Телемоста в опыту реализации медусольевых развития Испании и России, Беларуси сопрадают, что мы получиться значных финансовых затрат. Выказанная парада не потребует, але их выполнение может оказать на здоровье населенства, сопрады становчивый вплыв. У приватности размолы идя об снижении объема соли в продуктах харчевания. Одночасово для напоев с повеличенным утребанием цукру пропонуется ввести повышенная податка обкладания. Еще одна парада, течество дорожного руха, обниживание гудкости руха в населенных пунктах до 50 км в годину дозволить зарабить на проездной части велосипедные дорожки, что не только изнизит травматизм, а ли и подспрояя по лечению колькости прихильников здорового голода до життя. Такие опыты сегодня уже уяснули у многих краин к свету. Речь пойдет о мерах общественного здравоохранения по борьбе с табаком, мерах общественного здравоохранения по уменьшению распространенности так называемого вредного употребления алкоголя, увеличение физической активности. ВОЗ рекомендует не менее 20 минут активности средней интенсивности в день для каждого человека и час для детей. В системе здравоохранения в Беларуси подчеркиваем такие положительные черты, как бесплатный характер, универсальный доступ, очень высокий охват вакцинации. То есть на этом фундаменте можно проводить дальнейшее совершенствование. Олег Сентяров, Валерий Копанько, телерадио «Компания Гомель». Парад катеров, митинг, концерт сегодня у Гомеля отцветковали «День пограничника». Служба отзначила 101-ю годовину с дня заснования. На урочистості с этой нагоды собралися сотни людей, які мають дочинение до погранслужбы. Это сегодняшние и были служащие, их семьи – ветераны. До подзей долучилась и наша здымечная бригада. Сюжет Марины Джалой. Почались святочные мероприемства у сквера имя Феликса Дзержинского. Тут, каля памятного каменя воинам-пограничникам, прошел урочистый митинг. На им выступили ветераны Великой Чинной войны, войсковцы терминовой службы Гомельской пограничной группы «Духовенство». Затым прошло ускладание кветок и вянков до помника. Протягом стал урочистый марш с уделом ветеранов службы. Далее по киевским спуску процессия прошла до помника «Лодочник», где для удельников свято организовали назиральную и концертную пляцовки. Один из самых прыгожих и видовищных моментов – водный парад катеров. Назирали за мероприемство не только удельники свято, а и сотни наведовольников у Гомельского парка. Святковать День пограничника пришли не только гомельшане. Был шмат людей, которые для этой паде переодолили тысячи километров. Усё для сустреча – вот такой важный день с товарищами по службе. Прибыл к вам третий раз, к своему другу боевому, на День пограничника. Я у вас уже здесь третий раз, этот праздник вместе с вами в вашем городе встречаю. И сегодня к нам не присутствует, с Куршка, тоже наш боевой пограничник. Нас вместе связывал Афганистан. Третья застава мото-маневренной группы города Нарына. И вот мы со своим флагом к вам пришли на праздник. Не глядяши на свято, пограничники ни наимгнение не забывать об своих головных прайоритетах. На пераде другие – европейские гульни. А это значит, что треба забеспечить комфортное и худкое пересеченье пунктов пропуску для спортсменов и болельщиков. Ещё одна задача, яка отрежется украинского накеронку – инженерное уладкование межау. Для Гомельской пограничной группы направление освещения основных усилий – это Гомельский район, Добрушевский район, где будут в этом году введены новые уже системы охраны. Ворон, КС-205, это сигнационный комплекс 205, модернизированный. По речному участку – это совершенствование охраны границы именно на речном участке. Сегодня мы специально продемонстрировали жителям Гомеля, какая есть у нас на вооружении техника. Техника современная, очень хорошая белорусского производства Могилёвского завода, хорошая техника итальянская. Завершились урочистости пляц-концертом в военных оркестрах пограничной группы и его солистов. Марина Джала, Игорь Марышченко, телерадио компания «Гомель». Сегодня у Гомеля урочили, что годовые премии Гарва-Канкама одоранным наученцам. Посвященные отримали переможцы и призеры заключного этапа Республиканской Олимпиады по учебных предметах. В этом году урадами премии Гомельского Гарва-Канкама стали 52 наученцы. Мясовые школьники зауседы поспехово выступали на Республиканских Олимпиадах. Но этот год особливый. Вот как половы дипломов, которые отримали наученцы в области, завоеваны представниками Гомеля. Летость, до речи, их было на 12 человек меньше. Сгодно с умовами проведения Олимпиады за дипломы змогались в учених 8-11 классов. Для выпускников школ такая узнагорода дозволяет поступить на профильную специальность в высшую научную установку без экзаменов. Усим остатним напруженная интеллектуальная борьба дозволила не только закалить характер, а и вызначить дальнейший шлях по самодоскональванию и повышению узровневедов. Вообще победить заключительный этап Республиканской Олимпиады – это мечта каждого, что любого, я думаю, школьника. Тем более по математике – это царица наука, один из самых сложных предметов. И вообще я считаю, что школьной программы, возможно, недостаточно, так как я считаю, что нужно заниматься, во-первых, с учителями после уроков, по какой-то дополнительной теме. Также это зависит от индивидуальной подготовки, то есть от желания. И поэтому я считаю, что все вот эти факторы, они все-таки помогают выиграть. Волонтеры Гомельской областной организации Белорусского товариства «Червоного крыжа» примутю дел у других европейских гульнях. Семь человек с затрата худкого реагования на надзвычайной ситуации прошли специальные навыкшанья. У их функции будет выходить медицинское обслуговывание и садяничание урачам. Они имеют международные сертификаты и будут оказывать первую допомогу. Это был длительный процесс. Они прошли отбор. Наши волонтеры, они специально проходили обучение также в МЧС Республики Беларусь. Было онлайн обучение на протяжении двух месяцев. Потом сдавали экзамены и получали соответствующие сертификаты по работе с большим потоком людей. И также все волонтеры владеют иностранными языками, непосредственно английским языком. В рамках международной школы по надзвычайных ситуациях волонтеры прошли тренинги и обменялись опытом с коллегами из России, Украины и Италии. Приоритетом была отпрацовка практичных навыков во умовах великой колькости людей и дежурствов на массовых мероприемствах. На переддне Международного дня обороны детей футбольный клуб «Гомель» и волонтеры от Рада «Открытые о сердце» провели доброчинный футбольный матч для детей-инвалидов. На спортивные свята завитали хлопчики разных взрослых разом со своими батьками. На тренировочных полях футбольного клуба у «Новобелицы» их сустракали гульцы и талисман команды «Рысь». Перед початком товарыцкого матча спортсмены презентовали детям фотографии с автографами и солодкие подарунки. А кроме того, хлопчиков разом с батьками запросили на ближайший хатни матч команды с «Борисовским Баты», который отбудется первого отширвения на стадионе «Центральном». Футбольный клуб «Гомель» вместе с волонтерами решил собрать детишек, провести маленькое мероприятие, чтобы детишкам было интересно. У нас у самих есть дети, и наоборот, все, что связано с детьми, это все наоборот интересно. Помочь детям, они тоже смотрят футбол по телевизору, и им, наверное, интересно вживую так пообщать с футболистами. И нам, в свою очередь, тоже интересно уделить внимание. Это хорошо, когда дети радуются. Я мать ребенка, который на группе ДЦП, специфическая дипломерия вторая степень. Мы очень рады, что нас пригласили на это мероприятие. Все прекрасно, очень понравилось. И дети получили очень большое удовольствие. Потому что в основном дети больные сидят дома. Не все дети могут выйти куда-то с обычными детьми. У них есть все равно комплекс какой-то. А тут они видят обстановку такую добродушную, и все скрадывается. Это доброченная гульня уже не первое суместное мероприемство футболистов с волонтерским отрадом «Открытые сердцы». Все летняя встреча так само подарила удельникам приемные вспоминные, шмат жертв и позитивы. У картины галереи Гаурила Вашенки открылась выстава «Парк пухнатых», на которой представлено больше за 30 пород трусов от ягантских до карликовых. Коричнево французский баран, голландские облавухи, шеры волот и бельгийский франдр. Усех этой породы можно убачить у выставочной зале по проспекте Ленина. А кроме того, тут можно сустреть шиншилл, розные фарболки, потешных морских свинок и драпежных сурюкатов. Допавняют пушистую компанию «Жывел», «Янот» и самые маленькие малпы нашей планеты – беловухи и грунки. Усих гадаванцев можно покормить, тому варто взять с собой яблыки, моркву и капусту. И грунки, как и иншие малпы, любят бананы. Самый великий насельник парка пухнатых – бельгийский трус Ваня – важит 9 килограммов. Он не супрось полосоваться под жастунками, зусим не полохливый и охвотно дает себе погладить. Вот мы с Сережей пришли специально на выставку кроликов, удивительную выставку кроликов, для того, чтобы покормить их капустой. Правда, Сережа? Мы больше всего любим насекомых. Мы просто фанатики насекомых. Но кролики – это что-то удивительное. Очень любим животных. Сережа, любишь животных? Убачить спухнатые экспонаты у галереи Гаурила Вашенки можно до 30 червяня. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Я с вами развитываюсь. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Де-факто продолжает эфир телеканала «Беларусь-4» в студии Александра Гамоля. Здравствуйте. Сел за руль пьяным, подобрал по пути пассажира и попал с ним в ДТП. В Светлогорске нетрезвый мужчина ненамеренно лишил жизни своего знакомого, которого подвозил до гаража. Это произошло на грунтовой дороге. 23-летний водитель сел за руль, не имея прав на управление транспортным средством. За несколько минут до аварии он подобрал своего знакомого, чтобы подвезти его до гаражного кооператива. Но подвел градус. Двигаясь по ровной дороге, молодой человек не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП пассажир мужчина 1965 года рождения, который ехал в данном автомобиле в качестве пассажира и которого водитель подвозил до гаражного кооператива, погиб на месте происшествия. Водитель и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель травм не получил. Схожая авария произошла накануне и в Речицком районе, но обошлось без жертв. Там девушка-водитель съехала в кювет и столкнулась с березой. Иномарка уже восстановлению не подлежит. Удар был мощным. С дерева сорвало кору, ну а машина получила обширное повреждение. В салоне находились два человека. Водитель и пассажир. Оба после аварии были госпитализированы. Что послужило причиной ДТП, сейчас разбираются в ГАИ. В рамках акции «Внимание, дети!» сотрудники ГАИ три дня усиленно отрабатывали дороги региона, улицы Гомеля и райцентров. Работа была направлена на снижение аварийности и профилактику ДТП, в том числе с участием детей. За несколько дней было выявлено почти 3000 нарушений правил дорожного движения. На первом месте оказались любители быстрой езды. Они допустили 426 нарушений. На втором – пешеходы. На них инспекторы составили около 300 протоколов. Среди наиболее популярных видов нарушений также нежелание пристегиваться ремен безопасности и несоблюдение правил по перевозке детей. Отличились и велосипедисты. На них было составлено 132 административных протокола. «В ближайшее время 46 водителей будут лишены права управления, так как были задержаны сотрудниками из-за управления автомобилем в состоянии опьянения. Также были задержаны 162 водителя, которые не имеют права управления на транспортное средство. В госавтоинспекции работа в данном направлении поставлена на особый контроль. Также хотелось бы отметить, что правила дорожного движения – это правила жизни, и только их полное соблюдение поможет сохранить жизнь и здоровье». Детская шалость с огнем – как вероятная причина пожара. В Наровле женщины едва не лишилась имущества из-за ЧП, которое случилось на территории ее домовладения. Открытым пламенем загорелись сельхозпостройки. Спасатели вовремя потушили пожар, но ущерб все же есть. Огнем был поврежден деревянный сарай и крыша кирпичного гаража. Пострадавших нет. На сегодня все. Следите за происшествиями региона вместе с «Дефакто» на телеканале «Беларусь4». До свидания. На телеканале «Беларусь4» Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Белорусы завоевали пять наград на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каное в польском городе Познань. Две медали на счету представителей нашего региона. Экипаж байдарки «Двойки» в составе Марины Литвинчук и Ольги Худенко выиграл финальный заезд на 500 метров. Ольга Худенко финишировала второй в заезде «Одиночек» на полкилометра. Между тем в Гомеле прошла республиканская спартакиада детско-юношеских спортивных школ. На старт заявились 29 команд. Всего более 340 спортсменов. Возраст грибцов 14-15 лет. Среди фаворитов старта спортшколы из Рогачева, Пинска, Гомеля и Минска. Ну и, конечно же, мазыряне. По итогам первого дня мазыряне были на второй позиции. По итогам второго дня они уже находятся в лидерах. Они занимают первую позицию по сумме набранных очков в соответствии с регламентом правил соревнований. И вот сейчас будет решаться судьба, собственно, мазырян, гомельчан, пинчан. В итоговом протоколе спортсменам Мозырска из Дюшор профсоюзов погребли на Байдарках и Каное удалось удержать лидерство. На второй строке расположились воспитанники Пинска из Дюшор. Замкнула тройку сильнейших столичная из Дюшор по водным видам спорта. Абсолютная победа на родном помосте сборной Гомельской области стала победительницей общего зачета Республиканских Олимпийских дней молодежи по тяжелой атлетике среди спортсменов в возрасте до 17 лет. Состязания проходили в Гомеле. Представители нашего региона выиграли спартакиаду как в зачете юношей, так и девушек. По итогам этого старта будет формироваться сборная команды Беларуси, которая в конце июня отправится на первенство Европы в этой возрастной категории. Восемь медалей, три из которых золотые гомельские борцы, удачно выступили на Республиканских Олимпийских днях молодежи по вольной борьбе. Соревнования проходили в Орше. Награды оспаривали спортсмены в возрасте 17 лет и моложе. Победителями турнира стали Арина Мартынова, Яна Костунова и Егор Рудавский. Серебро завоевали Иван и Анатолий Громыко. На третью ступень пьедестала почета поднимались Олег Царинок, Вероника Чеботарева и Елена Матьевская. В командном зачете девушки заняли третье место, юноши – пятое. Гомельские акробаты также порадовали. На республиканских соревнованиях звезды белорусской акробатики воспитанники Гомельской из Дюшер номер 4 выиграли три золота и серебро. В смешанных парных упражнениях лучшими стали Илья Фоменков и Виктория Охотникова. В мужских парных упражнениях обладателями золотой награды стали Алексей Заяц и Артем Ященко, серебро у Максима Маркевича и Олега Михалевича. Гомельский квартет Савелий Осипов, Алексей Минков, Игорь Колбасов и Матвей Пранкевич выиграл состязание в мужских групповых упражнениях. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.